Такие встречи проходят во всех районах области. С начала июня организовано больше 10 площадок. Каждый может высказать свои предложения. Самые конструктивные включают в итоговый вариант народной программы. Дом культуры в селе Борисово. Там вопрос идет не только построить эту дом культуру, но и расширение детского сайта. В нашей Куртейшинской зоне в данный момент находится и проживает 650 детей. И вот мне бы хотелось, чтобы вы включили в эту программу оздоровительное спортивное комплексное обеспечение всех домов. Ничего невозможного нет, уверяют депутаты-единороссы. При этом громких заявлений делать никто не спешил. Каждый вопрос, особенно если он требует больших финансовых вложений, рассмотрят дополнительно. Мы обратились именно к народу для того, чтобы он подготовил нам составить эту программу. Эта программа не наша. Это программа, составленная народом Липецкой области, нашими гражданами. И на сегодняшний день в ее обсуждении непосредственно уже приняло участие более 5000 человек. Сформировать единую, понятную и конкретную народную программу развития области на ближайшие пять лет – вот главный смысл таких встреч. Практика показывает, что это наиболее удачная форма работы власти и общества. Огромное количество дорог. Мне это очень радует. Из грунтовых буквально переросли в щебеночном исполнении, потом в асфальтовом исполнении. Эта инфраструктура развивается, строится. Полностью все газифицировано. Это очень радует. Меняются водопроводные сети. За последние пять лет «Доброе» действительно преобразилось. Проблемы с благоустройством давно решили. Теперь думают, как привлечь туристов. Рядом река и лес. Памятных мест, правда, немного, но и в этом направлении идет работа. 26 апреля здесь открыли памятник чернобыльцам. Идейным вдохновителем монумента стал житель села Александр Синюков. Кстати, его идею в свое время включили в народную программу в феврале, а через три месяца памятник уже был готов. Видите, воспитывать надо подражающих поколений. Люди шли, извини меня, в ад. Я даже буду ставить вопрос перед главой администрации. Не ставить, а просить, чтобы этих всех участников наградили. Притворять народную программу в жизнь предстоит депутатам фракции в Липецком областном совете уже шестого созыва. Платформу документа составят 10 приоритетов по развитию региона. А пока добровцы обращают внимание депутатов не на глобальные, а скорее на локальные проблемы. Трасса Добрая-Лебедянь. Перекресток на выезде села. Местные жители уже давно окрестили как один из самых опасных. В год здесь происходят десятки ДТП. На обсуждение проекта народной программы добровцы обратились к депутатам с просьбой поспособствовать установить здесь светофор. И этот наказ будет выполнен в самое ближайшее время.